Это телерадиоканал Страна ФМ, новости науки и технологии в студии Влад Кутузов. Валерия Майорова, конечно же. Здравствуйте, всем добрый день. Ну и у нас в гостях... Умный человек. Абсолютно, с которым мы уже общались. Это заставило нам крайне большое удовольствие. Сегодня у нас часть вторая такая будет встреча. Друзья, у нас в гостях сегодня ведущий научный сотрудник Института биологической физики. РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам. Алексей Валерьевич Корнауков. Алексей Валерьевич. Здравствуйте. Добро пожаловать еще раз к нам. Мы вас ждали. Спасибо, что пришли. Ой, у меня к вам просьба чуть-чуть поближе к микрофону, если можно, да, чтобы все слышали вас громко, ясно? Ну и давайте начнем, Алексей Валерьевич. Поскольку мы сегодня хотим поговорить о катастрофах самого разного характера, ну, космического в первую очередь, наверное, все-таки, да, вот на взгляд ученого, на ваш взгляд, и на взгляд вообще ученых, да, в мире, что наибольшую... Что представляет для нас самую наибольшую опасность? Опасность, конечно, да. Потому что, в принципе, говорят, что со всех сторон она что-то летит и вот-вот ударит. Ну, с моей точки зрения, самая большая опасность такая. Вот если помножить вероятность на степень ущерба, это называется, кстати, по-научному называется риск, так и называется вот оценка рисков там, когда вы вероятность чего-то умножаете на страшность. Потому что, например, какая-нибудь мелкая неприятность вроде того, что, ну, скажем так, машина у вас сломается, вот, она постоянно случается, но ущерб относительно небольшой. А вот, например, скажем, какой-нибудь ураган, который несет большой ущерб или землетрясение, или извержение вулкана, там, конечно, больше, скажем так, ущерб, но вероятность его меньше. Поэтому, если вы придете в страховую компанию, то с вас больше возьмут денег за то, что вы страхуете свою машину, чем за тот риск, который подвергается вашей квартире, например, в результате наводнения, там, или какого-нибудь другого стихийного действия. Или за то, что упадет астероид, как метеорит и так далее. А уж это совсем вас там, я даже не знаю, есть ли такая форма страховки, чтобы от астероидов каким-то образом, значит, страховаться. Поэтому вот это и есть, собственно говоря, риск. Так вот, на мой взгляд, самый серьезный риск, который сейчас вот подвергается наша человеческая цивилизация, это все-таки парниковая катастрофа. Это то, что мы потеряем способность стабилизировать климат на нашей планете, он пойдет в разнос, и это может привести, в конце концов, к тому, что наша планета станет необитаемой. И вот это самый большой риск. Но я хочу сказать, во Вселенной постоянно происходят катастрофы, которые вот показывают нам, что наш мир, он абсолютно нестабилен, что он все время в нем что-то взрывается, все время там что-то сталкивается, понимаете. И гибнут целые звездные системы, не только там планеты, понимаете. И мы это видим, мы это наблюдаем, статистика всех этих гибелей миров, можно сказать, существует. И вот, собственно говоря, это тоже риски определенные. Мы это наблюдаем, но выводы как будто бы не делаем. Вот у нас, кстати, в последнее время очень нагнетали такую панику, что астероид опасно близко прилетит, метеорит летит прямо на Землю, и как-то нагнетали-нагнетали, и люди устали бояться. То есть люди уже выгнут и думают, уже на нас ничего никогда не прилетит. Это же происходит постоянно. Да, ну то есть каждый год прилетает какая-то новая комета, подлетает новый астероид размером с Луну, там, да, в минимальном количестве километров от земной поверхности и так далее и прочее. Все время что-то происходит, и слава богу, ничего не происходит, на самом деле. Так вопрос, нас обманывают вот журналисты нагнетающие панику, или действительно мы всегда на волоске? Там, ну журналисты берут от ученых информацию, между прочим. Нет, на самом деле, конечно, вообще следить за астероидами необходимо. Тем более, что, в принципе, астероидная опасность существует. Мы знаем, что астероиды падают, время от времени они падают таки. И вот в Челябинске упал там астероид, и даже выбил стекла, и какое-то количество раненых было. И, в общем, бывают гораздо более серьезные астероиды. Например, Тунгусский метеорит тоже вот он падал, понимаете. И вообще на Земле находят целые кратеры, такие вот достаточно большие, там в километр, так сказать, размером от астероидов. Поэтому, если вы окажетесь на пути такого астероида, то для вас конкретно это будет действительно серьезная катастрофа. Ну вот, допустим, да, я просто хотела сказать, что Чебаркульский метеорит, да, он падал сравнительно недавно. А еще такие вот на нашей памяти есть случаи, когда действительно что-то упало? Ну вот, я думаю, что Тунгусский метеорит самый такой вот, как это называется. На моей памяти он уже далеко. Да, но он уже не на нашей памяти, но, скажем так, на памяти наших, там, родителей, там, дедушек, бабушек, то есть, в принципе, он... Хотя, когда он упал, его и не заметили, если так правильно. Он упал там, где надо, на самом деле. Да, он упал в таком месте, где его не заметили, а потом только обнаружили, что, ба, вот как бывает-то иногда, что так вот там в радиусе нескольких километров там поваленная тайга, и, в общем, если бы эта штука упала, например, на Москву, то это было бы так действительно неслабо. Вот, понимаете? И, в принципе, конечно, вот от астероидов эта опасность, она немножко преувеличена, потому что, ну, даже вот такой самый, может быть, распиаренный такой астероид, вот Апофис, может быть, слышали такое название, который вот регулярно подлетает к нашей планете, и который реально действительно наибольший его риск, вот его падение и нанесение ущерба, значит, нашей планете. Ну, он действительно большой, он такой почти километр, значит, диаметром, но, в принципе, если он упадет, например, на Москву, то да, это Москва, в общем... Не дай бог, конечно. Это сравнимо с ядерной бомбой. Очень волнительная тема, очень интересная. Давайте прервемся сейчас недодолго. Друзья, через пару минуточек к вам вернемся и продолжим наш разговор. Продолжается программа наук и технологий. И в гостях у нас сегодня Алексей Валерьевич Корнаухов. Между прочим, уже во второй раз, чему мы несказанно рады. Несказанно рады. Я думаю, что у всех должна быть возможность пообщаться с этим умнейшим человеком. Поэтому, друзья, 8-909-928-1-89-9, ватсап, вайпер, смс-сообщение. Если по ходу нашей беседы у вас возникают какие-то вопросы про астероиды, про глобальные катастрофы, куда бежать и что делать, да, то напишите... Нет, это к спасателям, конечно. Нет, ну здесь тоже... А почему все это происходит? Это уже к Алексею Валерьевичу. Тоже, мне кажется, можно вопросы некоторые задать. Так, мы на астероидах остановились. Да, но вы знаете, спасателям, если на вас упадет астероид... Уже не надо звонить. Да, я боюсь, это уже... Здесь нужно немножко заранее. То есть такой астероид, как, например, Апофис, если он будет падать на, скажем так, на Москву, я думаю, что нас всех заранее предупредят, астрономы. И у меня есть еще один знакомый, коллега, который как раз создал совершенно замечательную систему слежения за вот такими объектами. Ну, то есть у него система телескопов роботизированных, которые по всему миру, значит, от Канарских островов до Южноафриканской республики... Следит за небом. Как-то Южная Америка, да. То есть я... Аргентина. В Аргентине еще там есть такая пустыня, вот где у него еще один такой стоит у нас в Сибири, конечно. И вот во все стороны они смотрят и ловят вот такие вот события, в частности, как астероиды. И я думаю, что астрономы зафиксируют приближение таких вот крупных астероидов и предупредят, куда, в принципе, этот астероид должен упасть. Поэтому у нас будет возможность, ну, условно говоря, каким-то образом освободить место для падения этого астероида. Я думаю, что это самый простой способ... То есть эвакуироваться. Просто эвакуироваться. Потому что вот все эти вот как-то фильмы, типа там, знаете, Брюс Уиллис там летит на этот астероид... Бурлит его! Да, это все-таки немножко так из области фантастики. Ну, хотя, в общем, как бы это все обсуждается, чтобы как-то отклонить, чтобы как-то научиться как бы предотвращать эти столкновения. Но, вы знаете, опасность, которая сопряжена с тем, чтобы разрушить астероид на, предположим, такой, как вот Апофис на 10 маленьких кусочков, которые непредсказуемым уже образом упадут уже где-то там по всей нашей планете, может быть больше, чем если вот он известно, что он упадет, ну, условно, где-то, и просто эвакуировать население из этого региона. Слушайте, ну вот, допустим, динозаврам же эвакуация не помогла, там же такой прилетел, что везде наступило плохо. Ну, во-первых, значит, во-первых, у динозавров не было системы слежения за астероидами. Не знали, куда бежать. Да, они не знали, куда бежать, поэтому он просто для них упал, и, собственно говоря... Во-вторых, не факт, что это был астероид. То есть вот такие вот периоды массового вымирания, это еще открытый вопрос. Что было причиной вот таких массовых вымираний? И я хочу сказать, что не исключено, что причиной массовых вымираний как раз были те самые гамма-всплески от своего коллегу, которого я хотел, значит, на вашу передачу тоже затащить, который, собственно, их предсказал в 1984 году, и который вот буквально в прошлом году был обнаружен такой гамма-всплеск. Примерно в 100 миллионах световых лет, ну, 120, если быть точнее, был такой гамма-всплеск, произошел взрыв, условно говоря, который мы сумели зарегистрировать. Если бы этот взрыв произошел, например, на расстоянии 10 тысяч световых лет, то у нас фактически мощность, которую вот получила бы наша планета, была бы эквивалентна примерно тысяче ядерных бомб мощностью в одну мегатонну. Вот. Это примерно 50 таких атомных бомб, которые упали... Каждый из них это 50 атомных бомб, которые упали на Хиросиму. То есть, понимаете, это фактически ядерная бомбардировка. Алексей Иванович, а давайте, ну, во-первых, Сергею Ивановичу скорейшего выздоровления мы пожелаем, да? Он слегка простыл. А во-вторых, давайте скажем, вот для всех нас, для обычных людей, что такое гамма-всплеск? Конечно, не все понимают. Хорошо. Значит, смотрите. Ну, астрономы давно заметили, что звезды иногда меняют свою яркость, когда смотрят на небо. Потом физики, астрофизики научились как бы предсказывать эти явления, научились объяснять эти явления. Оказалось, что звезды у нас время от времени взрываются. Причем взрывы бывают разные. Иногда образуется так называемая новая звезда. Вот новая. Это звезда, ну, как бы взрыв звезды, когда она начинает светить примерно в 100 тысяч раз ярче, ну, или мощнее, правильно сказать, чем наше Солнце. И, соответственно, вот тусклая какая-то звезда начинает, появляется на звездном небе. И мы можем наблюдать ее в телескопе. Несколько, может быть, до недели, то есть несколько дней, она вот так вот ярко светит. Давайте вот прямо здесь сейчас прервемся. Это удивительно интересная история. И продолжим ее совсем. Давайте сначала мы про звездные катастрофы поговорим, потом про планетарные, а потом уже вернемся снова к парниковой катастрофе. Значит, вот звездные катастрофы, я немножко начал рассказывать про новые звезды. Вот это такие вот звезды, ну, на определенном этапе своего бытия некоторые звезды взрываются. И, кстати, в принципе, ну, скажем так, одна из таких звезд, вот это наше Солнце, которое тоже может в конце своего жизненного цикла взорваться. Вот. Но это новое. Это не такое мощное. Это всего в 100 тысяч раз больше мощность, чем Солнце. Следующая категория таких вот взрывов в нашей галактике, во Вселенной, это сверхновые. Они происходят реже. Например, в нашей галактике происходят такие явления примерно, ну, около 2 раза, 3 раза в год. Это примерно вот так вот. Но их мощность уже в 100 тысяч раз больше, чем у новой звезды. То есть это вот, ну, если вы перемножите, то получите там, что это в 10 миллиардов. Я в голове, что да, перемножу. Ярче, чем, ярче, ну, или мощнее, чем наше Солнце. Эти уже события, они уже представляют опасность, если они происходят в непосредственной близости от нашей планеты. Но они также, в общем, такие достаточно распространенные, их постоянно регистрируют в других галактиках. То есть мы видим такие сверхновые звезды, которые взрываются, например, в туманности Андромеда, ну, или в каких-то других галактиках, которые окружают нашу. Вот. Это такие вот мощные очень взрывы. Вблизи такого взрыва нежелательно оказаться. Вот. Ну, и, наконец, мы переходим к гамма-всплескам. Это следующий этап. Вот. Значит, я, значит, ну, могу сказать, что это, скажем так, впервые было зарегистрировано, как просто некоторый небольшой всплеск, скажем так, рентгеновского излучения на датчиках. Не было понятно, откуда он исходит, потому что не было радиотелескопов. Таких вот не радиотелескопов, а рентгеновских. Ну, это доходит до Земли, да? Ну, это доходит до Земли. Потом научились как-то, построили такой рентгеновский телескоп, который стал указывать примерное направление, откуда это может прийти. Были отождествлены источники, и оказалось, что мощность этих явлений вообще совершенно запредельна. Она еще в 100 тысяч раз больше, чем вот мощность этих... Так, даже нет в таком вот обыденном языке такого вот... Нельзя сказать, что это миллиарды. Ну, миллион миллиардов, там, вот примерно так это можно выразить, если в светимости Солнца как бы выдать такую мощность. Вот. Но это означает, что если, например, такая вот гамма-всплеск произойдет, и там еще одна... Есть у этих гамма-всплесков одна интересная особенность. Если обычный взрыв, он продуцирует некоторую такую сферическую волну излучения во все стороны, то гамма-всплески, это особенно те, которые, ну, скажем так, являются результатом слияния неких двойных звездных систем, они ориентированы вдоль некоторой оси. То есть они выдают узкий такой луч, пинч так называемый, который летит в определенном... Как луч прожектора. И вот, в принципе, они, конечно, чаще, эти явления происходят в нашей галактике, но вот на пути такого луча мы оказываемся, наша планета оказывается по расчетам примерно раз в 50 миллионов лет. И что удивительно, что именно с такой периодичностью на нашей планете происходят вот такие вот массовые вымирания. То есть динозавры вымерли, там до этого были другие периоды вымирания, там каменно-угольная катастрофа, вот. И ученые, в общем, пока до сих пор не пришли к единому мнению, что же это было, извержение вулкана, это климатическая катастрофа, это падение астероида, или, может быть, вот именно такой вот значительный... А, кстати, ученые знают, когда будет в следующий раз? Да, хотелось бы знать. Это очень сложно, потому что, на самом деле, большая часть звезд, которые находятся в центре нашей галактики, она скрыта пылью. Очень трудно их наблюдать. Конечно, все это идет совершенствование, то есть строятся специальные телескопы, которые позволяют, так сказать, увидеть нам сквозь вот эту вот звездную пыль, значит, что там делается в центре нашей галактики, это инфракрасные телескопы. Но все равно это достаточно сложно. И именно там вот клубится самое большое количество таких вот потенциальных, скажем так, взрывающихся объектов. Мне кажется, Валерия стала сейчас не по себе как-то слегка. Ну, друзья, Алексей Валерьевич Корнауков у нас в гостях. Мы снова прервемся, друзья, и через несколько минут программа «Наука и технологии» продолжится на «Стране ФМ». Друзья, продолжаем программу «Наука и технологии» на телерадиоканале «Страна ФМ». Еще раз напомним, Алексей Валерьевич Корнауков у нас в гостях, с которым интересно беседовать не только, а может быть, и интереснее вне эфира. Потому что мы обсуждаем и самые разные темы научные. Мы просто там самые смелые вопросы задаем, да, которые нас беспокоят, а в эфире мы стесняемся. Слушайте, ну давайте поговорим про планеты Солнечной системы. Вот на нашей планете есть жизнь. А там есть ли вероятность, что она когда-то была, и какие-то катастрофы ее разрушили? Ну да, собственно говоря, вот, понимаете, звездные катастрофы мы видим. Мы их просто наблюдаем в телескопы самого разного, от, так сказать, вот разной природы, то есть рентгеновские телескопы, инфракрасные телескопы, обычные такие, вот, в видимом свете телескоп. Мы видим, что меняется яркость звезд, что взрываются, так сказать, звездные системы. И это, в общем, рядовое явление. То есть катастрофа, наша Вселенная заполнена катастрофой. Но вот катастрофы, которые происходят на планетах, которые у других звезд, мы их видеть не можем. Мы только недавно научились вообще обнаруживать планеты у других звездных систем. Сейчас уже открыто несколько сотен планет, которые у других звезд, у ближайших звезд. И мы знаем, что планет, в общем, много. Но хорошо изучить мы можем только те планеты, которые расположены в Солнечной системе. И ужасным фактом является то, что фактически два наших ближайших соседа по космосу, я имею в виду, две планеты, которые ближайшими нашими соседями являются Марс и Венера, по-видимому, в прошлом имели условия, пригодные для жизни. И фактически единственной планетой, на которой сохранились условия, пригодные для жизни, является Земля. То есть мы, значит, должны предполагать, что, скажем так, планетарные катастрофы, по крайней мере, не менее частые в нашей Вселенной, чем катастрофы звездные. А это означает, что, на самом деле, мы живем на потенциально неустойчивой системе. И та видимость стабильности климата, которую мы, собственно говоря, наблюдаем в течение нашей жизни, это просто масштабный артефакт. То есть просто наша жизнь чрезвычайно коротка по сравнению с теми периодами нестабильности, с которыми имеет дело природа, понимаете? Вот теперь жутковато стало, правда. Слушай, то есть мы можем говорить о том, что нам вообще страшно повезло, что мы живем в такой период, когда более-менее все стабильно, ну, каких-то мелочей в рамках космических масштабов. Абсолютно верно. То есть фактически, например, если мы смотрим, например, на Марс, то мы видим, что на Марсе была когда-то жидкая вода. То, что на Марсе была жидкая вода, значит, там могла, в принципе, возникнуть жизнь. Почему была жидкая вода на Марсе, хотя он намного дальше от Солнца, чем, скажем так, Земля? Ну, тоже все очень просто. Мы сегодня понимаем, какую роль играет парниковый эффект формирования климата планет, но и климата Земли. То есть и когда-то, по-видимому, атмосфера Марса, которая состояла, в частности, из углекислого газа, из паров воды, могла задерживать тепло и могла формировать такой климат, при котором существовали жидкие, жидкая вода. То есть фактически мы наблюдаем береговые линии на поверхности Марса, мы наблюдаем, ну, собственно говоря, вот американцы запустили там свой этот марсоход Curiosity, вот, который, значит, обнаружил минералы, которые образовывались в присутствии жидкой воды. И поэтому мы сейчас практически не сомневаемся, что на Марсе была жидкая вода. Но Марс слишком легкая планета, она маленькая и не смогла удержать атмосферу около себя. И поэтому, собственно говоря, сегодня она холодная, безжизненная, она потеряла воду, она потеряла углекислый газ, и сегодня там, в общем, минус 100 градусов, практически нет жидкой воды, и давление буквально там, по-моему, меньше 10 миллиметров ртутного столба. То есть жизнь вот в такой привычной нам форме, она была бы сейчас невозможной на Марсе. Но вот почему же тогда люди грезят Марсом? Почему собираются какие-то экспедиции невозвратные, чтобы там возрождать жизнь? Да-да-да, то есть, в принципе, всё стало понятно. То есть если мы сможем вернуть парниковый эффект на Марс, то есть если мы сможем специально, искусственно заполнить его атмосферу каким-нибудь газом, который создаёт достаточно мощный парниковый эффект, мы сможем привести температуру на этой планете в пределы такой вот, скажем так, температурного комфорта, да? Я думаю, что там есть достаточное количество воды в таком форме льда, которая растаяв, значит, заполнит какие-то, значит, низменности и даст, в общем-то, начало таким, ну, я не знаю, водоёмам на поверхности Марса. То есть, в принципе, это называется терраформинг. То есть то, что человек может, на самом деле, создавать условия, то есть так вот, знаете, как мелиорация планет, скажем так. А вообще теоретически это возможно? Это возможно. Это же огромная площадь. Практически возможно. Это практически возможно. Это не просто теоретически возможно. То же самое с Венерой. На Венере, правда, произошла другая катастрофа. То есть там, по-видимому, значит, вот процесс накопления углекислого газа в литосфере, то есть в земной коре, в венерианской коре, да, вот, он по каким-то причинам нарушился, и вот этот вот накопленный углекислый газ вырвался в атмосферу. Сейчас в атмосфере Венеры находится примерно столько же углекислого газа, сколько находится на Земле в форме связанной. То есть на Земле он находится в форме карбонатов. Это известняки, там, вот, знаете, мел, мрамор. Это всё такой вот связанный в твёрдом виде углекислый газ. Если магма подошла бы вплотную к запасам известняка, то известняки стали бы разлагаться с образованием углекислого газа, и у нас давление углекислого газа на нашей планете было бы такое же, как на Венере. Только на Венере этот весь углекислый газ, он вышел в атмосферу и создаёт сегодня там парнифолый эффект, который равен примерно в 500 градусов. Значит, перспектива есть какая-то, Валерий. Нет, скоро полетим. Алексей Валерьевич, давайте прервёмся сейчас. Да, и очень скоро, друзья, программа продолжится. Наука и технологии продолжается наша программа на телерадиоканале Страна.ФМ. Алексей Валерьевич Корнаухов по-прежнему есть с нами, и мы остановились на... Мы возвращаемся на Землю, да? Слушайте, мы остановились на том, что Венера, вот если там как раз пошла... Магма? Я слово забыла. Вот, и всё это полыхнуло. Так получается, если сейчас наши начнут вулканы функционировать все активно, и у нас полыхнёт так же, как на Венере? Ну, в принципе, да. То есть это и есть суть парниковой катастрофы, которая может произойти на нашей планете. То есть наш парниковый эффект, вот человеческий, антропогенный, он будет просто работать как спусковой крючок, который раскрутит вот этот маховик изменения климата, который мы уже не сможем остановить. Поэтому, собственно, парижские соглашения не там и ставят цель, чтобы не допустить больше, чем 2 градуса потепления. Потому что иначе чёрт его знает, что будет. Ой, извините за выражение. Алексей Валерьевич, а вот, слушайте, вспомнил, вулкан-то спящий под Калифорнией, да, где он находится, под Лос-Анджелесом, да? У него какие шансы вообще есть? Не совсем под Лос-Анджелесом, но, в общем, на Среднем Западе. Это Илстоунский вулкан. Да, да, да. Да, это очень опасная тенденция, которая проявляется в том, что на самом деле у нас тают льды, ледников, да, вода стекает в мировой океан, меняется уровень мирового океана, меняется распределение давления на континентальные и океанические литосферные плиты. Эти плиты приходят в движение. Если ещё будет повышаться уровень океана, их начнёт ломать. По этим трещинам будет поступать магма. Эта магма будет разлагать известняки. Это будет проявляться как извержение вулканов. И это будет начало, собственно говоря, вот этих необратимых изменений. Ну, в принципе, начало оно и уже и сейчас положено, потому что у нас сейчас начинается разложение метаногидратов. Знаете, вот знаменитая такая дыра на Ямале, которая образовалась вот в результате, по-видимому, именно того, что просто потеряли устойчивость метаногидрата. Огромное количество метаногидратов в зоне вечной мерзлоты, по дну мирового океана размещено. И если потепление, собственно говоря, достигнет некоторой критической точки, то все эти метаногидратные залежи начнут разлагаться и выделяться метан в атмосферу. Метан – это тоже парниковый газ. Он более активный, чем углекислый. Он там в 20 раз более активен. Больше, чем в 20 раз. Вот. И это тоже приведет к такому вот положительной обратной связи, которая сделает изменение климата, может сделать изменение климата необратимым. Но ведь тут тоже, получается, все понимают, что катастрофа неизбежна. Она рано или поздно наступит, но пути решения совершенно разные. Кто-то предлагает махнуть на другие планеты и уже там строить новую жизнь. А здесь-то, может быть… А это вы, наверное, имеете в виду Хокинга. Да, абсолютно верно. То есть Хокинг, вот он предлагает, что, значит, катастрофы неизбежны, нужно искать человечеству другие, как бы, обитаемые миры или делать их обитаемыми. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки наиболее важно, я считаю, все-таки вкладывать ресурсы, вот те, которые у нас сегодня есть, вкладывать не в какие-то вот бесконечные войны, там, дрязги, всякие холодные, горячие, гибридные войны, там, понимаете, гонка вооружений и так далее. Мы сейчас должны заняться, на самом деле, реальным вот спасением нашей планеты. Понимаете, это общее дело. И я думаю, что вот эта вот катастрофа такая, назревающая, она может сыграть очень важную объединяющую роль и в какой-то степени положить конец вот этой продолжающейся холодной войне, понимаете, вот этой продолжающимся тараканьим бегам, вот политиков, понимаете, которые пытаются друг другу нос утереть, понимаете, вот сказать, кто из них круче. Вот я считаю, вот это совершенно, как говорится, вот задача, которая должна бы вытеснить из вот, скажем так, повестки дня вот эти все вопросы, связанные с такой межгосударственной конкуренцией. Понимаете, мы должны обязательно принять вот такие вот консолидированные меры по спасению, прежде всего, нашей планеты. И уж потом думать о том, как, вообще-то говоря, жить и на других планетах. Потому что если мы не научимся, не сможем сохранить жизнь на нашей планете, нам нечего лететь в космос, понимаете. Мне кажется, проблема не столько научная, сколько человеческая. Потому что большинство из них, как мне кажется, к большому сожалению, живут сегодняшним днём и для себя конкретно. Абсолютно, абсолютно. Вот знаете, вот это важно. И здесь, я считаю, очень важна вот совсем маленькая такая, с точки зрения планетарности, маленькая такая катастрофишка, маленькая такая катастрофишка, связанная с остановкой Гольфстрима. Потому что она очень близка, она очень близка, она затрагивает как раз ту часть человечества, которая является руководящей, ну это как бы евроамериканская цивилизация, то есть североатлантический блок, собственно, он так и называется. Именно в Северной Атлантике вот это может произойти. И именно им будет плохо. Грубо говоря, Нобелевский комитет окажется под толстым слоем льда, если остановится Гольфстрим. Понимаете? И вот я думаю, что начать нужно с объединения вокруг вот этой вот темы. Даже не глобального потепления, а вот надо стабилизировать Гольфстрим. Это первая такая вот, первоочередная задача для нас. А как это можно сделать? Ой, знаете, это нужно отдельную передачу этому посвящать, потому что эта тема достаточно интересная. И изменение течения Гольфстрима будет происходить из-за того, что тает в Гренландии, и огромное количество пресной воды выбрасывается в Северную Атлантику. И вот если мы сможем, либо, грубо говоря, посолить эту воду, вот, ну это такой, скажем, утопический проект, как бы просто вести туда соль и, грубо говоря, из пакетиков ее солить. И тогда она, Гольфстрим, мы стабилизируем. Вот. Но на самом деле более реальные проекты это вот связано с, например, с специальными геоинженерными, скажем так, сооружениями. Ну, например, вот самый такой вот простой тоже способ, тоже такой немножко умозрительный, может быть. Но, например, распреснение Ледовитого океана не только под воздействием стока пресной воды из Гренландии происходит, но и под воздействием стока сибирских рек. Вот. То есть, ну, собственно, сибирские реки-то и вносят основной вклад в распреснение. И вот их когда-то поворачивать пытались. Вот, может быть, вернуться к этому проекту. Ну, как один зверь. Алексей Валерьевич, у нас буквально 15 секунд остается. Ну, ах, не успеем ничего больше сказать, да? Ну, слушайте, ну, здорово. Мне кажется, вам нужно прийти еще раз, и мы вновь будем разговаривать за то. Алексей Валерьевич Корнауков, я просто скажу ученые, хорошо, что-то вычисляете все река. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, приходите, еще будем ждать. Спасибо вам. До свидания. До свидания.